В апреле 2016 года по распоряжению правительства России в выставочном центре Крокус-Экспо состоялась первая международная выставка-форум «Экотех». Мероприятие прошло под девизом «Зелёная экономика – основа устойчивого развития» и собрало на своей площадке представителей федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеров и специалистов российских и международных компаний, экспертов мирового экологического сообщества, ведущих учёных и разработчиков из 20 стран планеты. Эта выставка создана при поддержке государства, и эта площадка даёт возможность показать лучшие экологические технологии и инновации. Уважаемые коллеги, как вы только что слышали, решением президента будущий 2017 год объявлен нашей стране годом экологии. Я очень рассчитываю, что по результатам, итогам вот этого международного выставки-форума «Экотех» план мероприятий «Года экологии» пополнится ещё свежими, новыми, новаторскими идеями, и они в конечном счёте будут воплощены в жизнь. В рамках выставки форума «Экотех» состоялось заседание коллегии Министерства природных ресурсов и экологии России. Его участники обсудили актуальные вопросы эффективного природопользования и охраны окружающей среды. Безусловно, сегодняшнее заседание коллегии Министерства природных ресурсов по сути является главным событием в жизни Министерства, подводит итоги работы всей системы Министерства в 2015 году и определяет основные направления развития на 2016 год. Мне очень отрадно видеть на этой площадке и представителей федерального центра, и представителей регионов, и, безусловно, представителей наших общественных организаций, которые активно участвуют в повседневной работе нашего Министерства. В пленарном заседании «Зелёные технологии. Как новая точка роста экономики» приняли участие руководители природоохранных министерств Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Мальта, послы Армении, Судана, ЮАР и других государств. В 2017 году предприятия «Загрязнители» будут переходить первую проверку в рамках года экологии. Очевидно, что невозможно решить все накопившиеся проблемы за один год, но за это время можно сделать максимальные усилия, чтобы сформировать как ответственное отношение органов власти всех уровней к экологическим вопросам, бизнеса, гражданам, к окружающей среде, дать старт значимым экологическим проектам, выявить проблемные вопросы и создать механизмы их практического решения. Убеждены, что в рамках выставки форума мы сможем создать необходимую площадку для обмена опытом, информирования и широкого распространения уже применяемых в России наилучших доступных технологий на большинство отечественных предприятий. В рамках деловой программы прошли прогноз сессии, панельные дискуссии, круглые столы, встречи и переговоры, практические семинары. Также состоялось заседание Федерального экологического совета на тему подготовки года экологии и особо охраняемых природных территорий, которым по указу президента России объявлен 2017 год. Очевидно, что экологическая политика – это общее дело и федерального центра, и регионов, муниципальных образований, науки и бизнеса, и для эффективной реализации необходимый прочный правовой и методический фундамент. Конечно, экология – тема затратная, а сегодняшние кризисные явления во многом тормозят деятельность компаний, которые начали довольно активно заниматься экологией, модернизировать свое производство. Но, тем не менее, общий подход остается прежним. Это соблюдение экологических норм должно поощряться, и в частности, оно должно быть выгодно тем предпринимателям, которые исполняют эти правила. С другой стороны, экологические нарушения должны влечь в безусловную ответственность с применением соответствующих штрафных санкций. В этой ситуации хорошо работать будут только те нормы, которые мы на практике хорошо знаем и понимаем, которые являются сбалансированными, понятными для общества и бизнеса, которые будут лучше соблюдать, чем нарушать. В ходе выставки форума «Экотех» был подписан ряд соглашений в сфере промышленной экологии с объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей. Минприроды России и Росприроднадзор подписали соглашение с правительством Вологодской области и компанией «Северсталь», соглашение с правительством Челябинской области и Челябинским заводом по производству коксохимической продукции, соглашение с компаниями «Еврас Холдинг», «Русал-Новокузнецкий алюминиевый завод» и «Русал-Красноярский алюминиевый завод». Также было подписано соглашение о реализации мероприятий по сохранению популяции «Манула» между Минприроды России, группой компаний «Мангазея» и заповедником «Даурский». На базе выставки форума «Экотех» функционировала площадка для экспозиции новейших разработок в области экологических технологий, где посетители и участники смогли ознакомиться с десятками наиболее перспективных экологических стартапов. Генеральным спонсором деловой программы выступила компания «Роснефть». Также спонсорами стали компании «Норильский никель», «Еврохим», «Суэк», «Башнефть», «Сургутнефтегаз», «Металлоинвест» и «Сбербанк России». Официальными партнерами деловой программы выступили компании «Делойт» и «КПМГ», Фонд содействия охране окружающей среды «Природа», Фонд имени Вернацкого, группа компаний «Экостандарт» и многие другие организации. В ходе выставки форума «Экотех» были подведены итоги конкурса по определению лауреатов премии «Экологичное развитие Evolution Awards 2016» учрежденной Минприроды России. Премия присуждается российским компаниям и частным лицам за достижения в сфере зеленых технологий и в области устойчивого развития. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Международная выставка форум «Экотех» предоставила прекрасную возможность для специалистов из разных стран. Поделиться передовым опытом по развитию зеленых технологий и получить экспертную оценку по самым острым проблемам экологии. В будущем «Экотех» призван стать российским аналогом международных выставок инноваций и решений в сфере природоохранных технологий внести свой вклад в создание условий для формирования инвестиционной среды, чтобы способствовать внедрению наилучших доступных технологий в Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok